У нас сегодня будет довольно короткий вебинар. Почему короткий? Потому что это целая серия вебинаров, на самом деле. Вот у нас была серия вебинаров про то, как научить, как использовать storytelling как методический прием. А сейчас мы начинаем целую серию вебинаров про обучение чтению. Почему про обучение чтению? Потому что чтение очень часто является основой для дальнейшего вообще построения обучения английскому языку. Мы с вами, к сожалению, не находимся в языковой среде, когда мы слышим английский каждый день. А вот читать мы можем постоянно. Поэтому чтение является, как правило, самым естественным выбором при основе обучения. И даже любой урок, если какой учебник мы с вами не посмотрим, вот информация начинается либо с аудирования, либо с чтением. Про аудирование у нас тоже будет целая серия вебинаров. Поэтому сегодня начинаем говорить про чтение. И я предлагаю вспомнить некоторые основы того, что нам, в общем-то, известно. Но, может быть, мы посмотрим на некоторые приемы, которые помогают быстро научить, подготовить, например, к ДГ и так далее. Поэтому мы сегодня с вами очень коротко вспомним виды чтения, посмотрим на приемы для обучения чтению с заданной глубиной понимания, что можно использовать, как можно поиграть на уроках, так, чтобы чтение стало не каким-то скучным видом. К сожалению, дети на родном языке далеко не всегда любят читать. А так, чтобы это превратилось в интересное, увлекательное задание. Ну и поделимся способами быстрого выполнения заданий части чтения ЕГЭ. Я думаю, что мы с вами сравним их. И, кстати, я вам расскажу о некоторых книгах, которые готовятся к выходу. И скоро тоже появятся к новому учебному году. Уже можно делать некоторые прогнозы и прочее, прочее, прочее. Но мы к этому перейдем. А давайте начнем вот с чего. Что вообще обычно помогает или мешает читать? Как правило, несколько проблем есть у детей при чтении. Во-первых, это мотивация. Мотивация бывает низкой, но она бывает, может быть, и высокой. Она вырастает, когда у ребенка есть интерес к тексту, который он читает. Просто вот нравится ему, и все нравится об этом читать. Либо этот текст представляет совершенно четкий, практический выход. Ребенок понимает, зачем он это читает. И самое главное, текст должен быть посильным. Если ребенок не готов воспринимать лексику и грамматику, то, к сожалению, для него и текст станет слишком трудным, и вместо удовольствия будут получаться довольно неприятные вещи. Я недавно просматривал один учебник, и меня удивило, как, в общем-то, небанально подошли к довольно известным темам. Это зарубежный учебник, это даже не учебник, это был журнал один. Я не помню сейчас даже, честно говоря, то ли это британский, то ли американский журнал детский. И он, в общем-то, не совсем для обучения иностранным языкам. Это просто журнал для детей. Но мне, например, очень понравилось, как там говорилось про питание. Потому что, во-первых, там давались какие-то простые, небанальные рецепты, которые ребенок может сам делать. А потом были интересные загадки. Например, прочитай рецепт, что в нем точно неправильно, чего нельзя использовать. И там были какие-то необычные ингредиенты. То ли там и ингредиенты были, и объем этих ингредиентов неверный был. Например, там горчица вместо такого-то количества. Там было написано 3 столовых ложки горчицы. Еще какие-то вещи. То есть то, что ребенок, в общем-то, поймет, и у него нет какой-то большой... Вернее, для этого не требуется большой жизненный опыт. То есть там был практически интерес. Вот что можно приготовить, вот как это сделать. Затем были примеры о том, как можно поиграть. Давались, например, правила игры. И в эти правила вставляли лишний момент. И говорили, прочитай, скажи, что из этого не сработает. То есть вот вроде бы простые вещи. Они все фокусировались на сфере интересов ребенка повседневного и жизненном опыте. Но, тем не менее, мне понравилось. Я подумал, сам себе сказал, какое, в принципе, простое, понятное и удобное задание. Правда же? Ребенок это понимает. Ему особо и объяснять ничего не надо. Более того, и мы с вами не обязаны знать эти правила, например, игр. Дети нам сами прекрасно объяснят, что вот это вот работает, а вот то не работает. Вот так можно играть, а так нельзя играть. То есть хорошее задание, которое и нагрузку с учителя при этом снимает вместо того, чтобы добавлять. Что еще может помочь или помешать читать? Это то, знают ученики типы учебного чтения или не знают. Что здесь имеется в виду? Это особенно важно для ЕГЭ. Чтобы, например, когда нам нужно соотносить заголовки с текстами, это первое задание части чтения, чтобы ребенок не пытался все тексты прочитать от первого до последнего слова, да еще и перевести. У меня бывают ученики, иногда соглашаешься, с кем-то позаниматься. Я просто поражаюсь тому, что ребенок иногда сам просит. Он говорит, да, а давайте я вот сначала прочитаю, тексты переведу. И когда я спрашиваю, зачем, они впадают в ступор и говорят, а как же можно не переводить? То есть у них есть привычки. Они не знают тип учебного чтения, не понимают стратегию. И, к сожалению, из-за этого не могут нормально справиться. Вот я думаю, что у вас тоже такие проблемы. Так, коллеги, кто-то спрашивает, есть ли звук. Любовь Ивановна спрашивает. Если можно, ответьте, пожалуйста, Любовь Ивановне. Потому что я вижу, что у большинства звук есть. Но, видимо, какая-то проблема, может быть, попросить проверить настройки звука и прочее. И, соответственно, когда ученики знают тип учебного чтения, они должны понимать, для каждого типа есть свои стратегии, какая стратегия соответствует. Давайте мы посмотрим на несколько примеров, очень коротких. Мы сегодня, как еще раз повторю, только очень-очень обзорно смотрим. Немножечко на начальную школу, немножечко на подготовку к ЕГЭ. А вот то, что в середине и более детально, мы уже будем на следующих вебинарах разбирать. Прямо будем смотреть. Итак, есть серия Read Up. Если мы с вами посмотрим на мотивацию, то посмотрите, пожалуйста, что у нас есть. Тема, которой детям в этом возрасте интересно. Второй класс. Hello. Когда учатся рассказывать о себе и здороваться. Amazing animals. Когда узнают интересные факты. What can you do? Family and friends. School is fun. И здесь идет информация из разных стран мира. Чем это хорошо? С одной стороны, ребенок говорит о себе. О себе говорить просто, понятно. Но иногда дети стесняются. Но они знают содержание. О чем говорить. А потом, когда языка немножечко набрали, они его используют для того, чтобы узнать что-то новое. И я думаю, что это самый важный момент, когда ребенок начинает воспринимать язык как средство получения новой интересной для него информации. А не просто как какой-то учебный инструмент. Если мы с вами посмотрим на содержание, то посмотрите, пожалуйста. Вот он, раздел Hello. Что он в себя включает? Мы учимся читать вывески. У нас тема in London. И мы соотносим картинки и слова. Tim's Fish. Узнаем микро... Читаем микрорассказик про необычную рыбу. И решаем кроссворд. Можно сказать, ну какой же там кроссворд-то решать? Дети еще маленькие. На самом деле, вполне это работает. Если все это посильно. А здесь задача уже автора сделать посильно. Загадку учимся отгадывать. И потом создаем свои загадки. Составляем слова из букв. Информационный текст про то, какие бывают разные рыбы в мире. Опять загадка у нас есть. This is a tree. Читаем маленькое стихотворение. Стихи легко запоминаются. И поэтому чтение начинает доставлять удовольствие. Number one. Считалку. Но мы при этом считалку читаем. И учим. И находим ошибку на картинке. As busy as a bee. Информационный текст. Отвечаем на вопрос. Догадываемся о значении слов. То есть, посмотрите, пожалуйста. Если проанализировать этот раздел, он оказывается вполне понятным. Это микротексты. Они детям интересны. Тут у нас есть и загадки, и стихи, и песни. То есть, разные типы текстов, разные жанры. Но при этом везде есть свои задачи. От чисто развлекательных до информационных вещей. Если мы посмотрим с вами дальше, то у нас здесь подробно написано для ребенка, чему ребенок научится. Посмотрите, пожалуйста. Тут у нас есть задание соотнести картинки и слова. А ребенку объясняют, чему ты научишься узнавать слова, написанные на вывесках по-английски, похожие на русский по звучанию и написанию. Читать слова с буквой такой-то. Догадываться о слое по буквам. То есть, здесь очень понятным простым языком для ребенка уже объясняется, что он сможет научиться делать. То есть, мы его потихонечку готовим к стратегиям. И вот это вот довольно известный пример. Я его часто показываю. Я знаю, что его любят, но иногда присылают вопросы. Посмотрите, пожалуйста. Рассказник совсем маленький. Вот у нас буква I. Это первый год обучения. Поэтому мы читаем. This is a fish. A big, big fish. Swim team. Swim. И вот у нас потом кроссвордик. Причем этот кроссворд пока еще не по определениям, конечно. Дети просто вписывают слова. То есть, по сути, это отработка орфографии в том числе. А затем, посмотрите. Догадайся, сколько рыб в каждом ведре у кого больше. Дети тут ищут, считают, пишут, сколько букв. Причем, посмотрите, здесь специально говорится fishes не потому, что авторы забыли, какое множественное число на самом деле. А потому что мы здесь потом будем говорить о том, что рыбы-то бывают разных видов. А когда разных видов, вполне можно сказать fishes. А затем дети узнают, соотносятся с фотографиями. Узнают, как выглядит рыбка-зебра. Узнают, как выглядит рыба-бабочка. И узнают, как выглядит рыба-клоун. Все. Совсем маленькие, вроде бы, текстики. Но посмотрите. Мы прекрасно с вами знаем, что такое начальная школа. И понимаем, что, в принципе, нам этого материала для дополнительного чтения более чем достаточно. Вообще, если посмотреть на серию книг для чтения RedUp, то там всегда даются в больших количествах посильные тексты об окружающем мире. Задания разнообразные. И обязательно присутствуют полезные информации, что можно научиться делать. Не просто для развлечения, а какие-то практические вещи. Обратите, пожалуйста, внимание, что линейка продолжается. Несколько лет довольно долго. Там не было книг для шестого и седьмого классов. Для шестого класса вышло. Это пособие в прошлом году для седьмого класса Евгения Владимировна Костюк. Автор продолжает писать. Поэтому мы надеемся, что выйдет, ну, я надеюсь, что к Новому году. Не учебному, а к календарному, скорее всего. Потому что пока еще полной рукописи нет. Но книга получается очень интересной. Мы на нее посмотрим. Не сегодня, а в следующих вебинарах. Далее. Вот теперь переходим к интересным моментам. Про мотивацию поговорили. Глубина понимания при чтении. Что под этим имеется в виду? Когда эта глубина возникает? От чего она зависит? Дело в том, что классификации чтения существует множество, самых разных. Наиболее распространенная классификация – то, что предложила в свое время Софья Карловна Фоломкина. Еще в семьдесят четвертом году. Посмотрите, сколько лет уже прошло. Пятьдесят лет назад. Есть чтение ознакомительное. Когда нам надо понять основной смысл текста. Reading for the main idea. Есть чтение детальное, изучающее. Reading for detail. Точно надо все понять. Есть просмотровое. Например, посмотреть, чтобы понять что-то конкретное. Например, интересен текст или неинтересен. Об этом или не об этом. И чтение поисковое. Reading for specific information. Когда мы ищем только конкретную информацию. При этом остальную игнорируем. Вот игнорировать дети не очень умеют. Бывают и другие классификации. Вот перед вами они на экране. И oral и silent. Оно бывает intensive. Когда мы пытаемся все понять. Linguistic. Когда смотрим только на язык. Когда содержание пытаемся понять. И бывает extensive. А вот extensive – это как раз те самые skimming, scanning, global. Каких только не существует названий. Бывает еще и выделяют light type of reading. Word by word reading. Это то, что маленькие дети делают. Reading to study. И так далее, и так далее. Но классификация – это хорошо. Что для нас это значит на практике? Что мы можем использовать для того, чтобы это все пригодилось в итоговую аттестацию? И как к этому подвести? Когда нам надо понять основной смысл, то задания довольно простые. Вот у нас из серии ReadUp. Посмотрите, пожалуйста. Маленький текстик. Маленький текстик. Коллеги, я вижу, что у нас у Любови Ивановны сложность. Может быть, Любовь Ивановна из компьютера подключилась, а с мобильного устройства. Надо просто проверить. Иногда бывает, что мобильное устройство, не знаю, там не то, что звук не включен, а на малый, может быть, гарнитура какая-то беспроводная, к которой оно подключилось. То есть спросите, пожалуйста, Любовь Ивановна, с какого устройства она пытается нас слушать. Ну, в крайнем случае, видеозапись можно будет посмотреть. Итак, продолжаем. Смотрим на этот момент. Вот у нас маленькое стихотворение Алана Милна «Papi and I». И мы его читаем, оно абсолютно по силам детям. И это уже не начальная школа. Мы уже постарше, это уже пятый класс, насколько я помню. И у нас простые задания. What was the problem? Это основной смысл. Is it good or bad news? Match paragraphs and pictures. О чем, в каком абзаце идет речь? Вот в абзаце про лошадь, вот абзаце про женщину и так далее, и так далее. А затем мы уже переходим к true-false statements. Тут мы уже информацию конкретную проверяем. Как можно понять основной смысл? Какие из этого выводы нам помогут при подготовке к итоговой аттестации? Для этого достаточно посмотреть на ключевые слова и найти тематическое предложение. И теперь мы переходим к ЕГЭ. Вечная проблема. Что здесь дети делают не так? Почему они ошибаются? Потому что они сначала читают заголовки, потом читают каждый текст и начинают перебирать к нему заголовки. Правильно это или нет? Иногда это срабатывает, но требует много времени. Как сделать проще? Смотрим на заголовки и сразу научим детей избегать ловушки. Что за ловушка типичная? А ловушка типичная, очень простая. В абзаце повторяются слова и заголовка. Но заголовок к этому абзацу не подходит. Просто потому, что не это является его основным смыслом. Поэтому мы говорим, ребята, смотрим на заголовки и скажите, какие слова могут вам попасться в тексте. Для того, чтобы ученики пытались понимать. Вернее, понимали, что нам не требуется повторы этих слов. Нам надо понять, если текст о чем-то, там явно какие-то слова будут. Например, watching predators and prey. Во-первых, про watch. Что-то может быть какой-то синоним. Во-вторых, predators and prey могут быть названия. Например, каких-то хищников и каких-то, кого эти хищники ловят. Hot water, cold air. Что-то там будет про hot, что-то будет про cold. Могут быть какие-нибудь freezing, chilling и так далее, и так далее. How locals live and entertain. Ключевые слова live and entertain. Entertain могут быть такие слова, как festival. Например, что-то может быть party, celebration, и так далее, и так далее. Live тоже какие-то могут быть вещи. То есть, в принципе, мы можем для того, чтобы учеников приучить, чтобы они привыкали, просто сказать, какие у них слова ассоциируются со словом entertain. Impressive, but difficult to reach. Тут, скорее всего, difficult to reach будет важным. Почему может быть что-то difficult to reach. И так далее, и так далее, и так далее. А затем, посмотрите, очень простая работа начинается. Для того, чтобы нам ответить быстренько на это задание, найти заголовок, нам не надо читать весь текст. Нам, как правило, достаточно прочитать первое и последнее предложение. Первое предложение в большинстве ситуаций является тематическим предложением. То есть, оно суммирует смысл абзаца. А последнее предложение обеспечивает логический переход к последующему абзацу. Поэтому оно тоже, в общем-то, говорит о содержании абзаца. Поэтому, если вы посмотрите, несмотря на то, что разработчики стали прятать тематическое предложение в серединку, тем не менее, я думаю, мы с вами можем найти какие-то моменты. Давайте мы, например, на абзац B посмотрим, что тут у нас есть. Первое предложение. Surfing in Bali is no big deal these days. The hot sun, the warm ocean, coconuts, bananas. То есть, у нас получается hot water. Правильно? Дальше мы смотрим. Внизу последнее предложение. You don't feel the cold in a wetsuit. То есть, что-то тут у нас про холод идет. Hot water, cold air. И вот у нас была hot water в первом предложении. Вот у нас идет про холод. В конце тут про surfing. Единственное, что нам надо проверить, не попали ли вы себя в какую-то ловушку. Потому что, на самом деле, если мы посмотрим дальше, то мы увидим, что там идет про холодную воду речь-то, а не hot water. Поэтому первое предложение нас заводит в ловушку. Но у нас есть еще похожее предложение. Сголовок conquering cold waves. И вот conquering cold waves здесь как раз ответом и будет. Потому что большинство текста здесь, если мы посмотрели только на предложение, это могло бы не хватить. Но большинство текста у нас здесь про холодную воду. Правда же? Потому что, посмотреть, тут у нас и catch waves у нас есть, и sub-zero temperatures у нас есть. Что там у нас еще? Feel the cold и так далее, и так далее. Давайте посмотрим на абзац C. The Kamchatka Peninsula is washed by the Pacific Ocean and the Bering Sea to the northeast and by the sea of Ahotsk to the west. Так, пока нам это не помогло. Последнее предложение давайте посмотрим. You are going to be taking numerous pictures of the seals and sea lions as they bask in the sun. А тут у нас появились животные. А были ли у нас где-то еще животные? У нас, да, у нас есть два варианта. У нас есть watching predators and prey, и у нас есть closer to wildlife. Но давайте мы посмотрим, есть ли у нас тут predators and prey, какая-то, что-то об этом. Если мы пробежим глазами, даже детально не читая, то у нас про хищников ничего нет. Поэтому это просто closer to wildlife. И так далее, и так далее. И вот так с учениками разбираем. То есть, по сути, читаем два предложения и проверяем себя, если ответа нет, проверяем себя, просто пробежав по ключевым словам глазами. Если вы, я не знаю, разбирали ли вы со своими учениками еще досрочный вариант ЕГЭ и этого года? Коллега, смотрел кто-нибудь? Скажите мне, пожалуйста, как у вас вообще впечатление от досрочного варианта? Дело в том, что вот это вот задание на чтение, оно там довольно легкое. Там иногда ученики путаются. Я вот с несколькими учениками проработал. И, в принципе, первого и последнего предложения вполне хватает для того, чтобы понять, о чем там речь идет. Вот ученики иногда путаются, их прямо уводят в сторону про новую эпоху, потому что нигде слова new там нет, но говорится о том, как норманы приехали в Англию и стали строить замки. То есть, они все-таки стали, что-то новое появилось. Но, тем не менее, выводы сделать можно. Итак, что поможет научить разным типам чтения? Есть игры и задания. Они довольно простые. Я думаю, что вы тоже их используете. Еще раз напомню, мы сегодня очень обзорно смотрим, очень поверхностно. Мы только-только начинаем приближаться к этой теме. Задание номер один. Игра. Вы называете тип информации, которую нужно найти в тексте. Точно так же, как в ОГЭ, кстати, это работает. In which paragraph can you find information about? Можно. И для того, чтобы дети на нее ответили, они как раз и учатся смотреть на ключевые слова и на первые простые, последние предложения. То есть, нам просто надо сказать, о чем этот абзац. И мы вот так, меняя немножко задания, мы их подводим к выполнению задания ЕГЭ. Задание на соотнесение текстов и заголовков. Но не только тексты и заголовки, но можно соотнести тексты и картинки. Тексты и ключевые слова. Мы с вами видели пример этого задания в книгах серии Read Up. Уже вот то стихотворение про Алана Милна. Когда нам нужно понять только запрошенную информацию, здесь задача научить школьников отказаться от привычки читать весь текст, а научить их быстро найти то, что нужно, отсекая лишнее. Поэтому здесь вопрос очень конкретный. Who, when, how much, which, how и так далее. Алгоритм здесь ровно тот же самый. Читаем первые предложения каждого абзаца, при необходимости последние, если с первого непонятно, о чем там речь идет. И просто определяем, где может быть нужна информация. Затем просматриваем только вот этот абзац, чтобы найти ответ. Опять вещи довольно очевидные. Но есть игровые приемы, которые могут нам помочь научить вот это вот умение развить. Прием первый. Игра, конкурс самый быстрый. Учитель называет слово, которое нужно найти в тексте. А ученики соревнуются, кто быстрее найдет. Если вы хотите немножко усложнить задачу для учеников более высокого уровня, назовите это слово на родном языке. Пусть дети ищут перевод. И вот тут они поймут, что одна и та же идея может быть по-разному выражена. Они могут искать перевод, либо слово, которое близко очень по значению. И они сами удивятся, как много в одном и том же абзаце повторяется примерно одной и той же информацией в английском. Вариант второй. Вы даете ученикам текст с пропусками и даете некий факт-файл. И нужно заполнить пробелы в тексте на скорость. Что это за факт-файл? Туда вы вставляете цифры, имена какие-то, названия. То есть именно факты. А все остальное в тексте. И вот эти вот вещи вы и пропускаете. И вы можете при желании также пропустить, например, если вы хотите добавить дополнительные ценности этому заданию, чтобы это было не только на чтение, вы можете при втором прочтении, например, когда уже факт-файл заполнен, вы можете дать такой же текст, только в нем, например, какие-то глаголы вытащить, для того, чтобы это стало и работой на грамматику. Но сначала все-таки мы заполняем именно факты. И опять же, это задание на скорость. Как можно быстрее и точнее сделать. Почему она на скорость? Потому что ученики должны определить, куда какой факт идет. Под что он подходит, под что он не подходит. И здесь вы можете, например, здесь очень удачно можно поиграть, когда цифры маленькие и большие. То есть, например, и туда, и туда мы понимаем, что в пробел нужна цифра, нам сначала надо понять, о чем речь идет. Может, это, например, представьте абзац про то, кто как быстро бегает. И скорость человека, сколько человек в час может пробежать. И скорость, например, гепарда. Но при этом у нас могут быть и размеры, и вес, и расстояния, которые пробегают, например, там сколько, что такое стадия, и прочие-прочие вещи. И ученики должны не просто эти цифры вставить, они должны их соотнести с предложением, понять, что куда по смыслу идет. Еще один прием, который работает, это jigsaw reading. Есть два варианта. Вариант номер один. Когда мы даем ученикам текст, который мы просто разрезали на абзаце, и предлагаем ученикам восстановить порядок этих абзацев. То есть они в группе быстро работают и выставляют какой-то рассказ, восстанавливают. Здесь они могут опираться на даты, на средства логической связи, которые обозначают последовательности и прочее. Можно поработать еще интереснее. Предлагаем ученикам выстроить по порядку целый рассказ, но уже на уровне предложений. Как это делается? Как это делается? Берем какие-то коротенькие очень тексты. Очень хорошо работают анекдоты. Прямо вот ищем jokes in English, выбираем что-то age-appropriate. Почему jokes? Потому что там всегда есть второй пласт смысла, и у учеников появляется дополнительный стимул расшифровать. Не просто они какой-то абстрактный текст, неизвестно о чем, что им совсем не близко. Помните, мы говорили про мотивацию? Когда неинтересно читать, то и восстанавливать последовательность неинтересно. А что делают ученики? Они восстанавливают порядок, чтобы получилось смешно, чтобы получился анекдот. Но поскольку британский-то юмор, он немножко своеобразный, а иногда и не немножко, то здесь еще и возникает вопрос и повод для пообсуждать. А почему здесь смешно? Что тут, собственно, смешного, правда же? Итак, вот у нас задание. Мы видим с вами, что не просто у нас отдельные предложения разделены, а у нас прямо вот по кускам. По частям предложения даже. То есть мы здесь можем дробить так, как мы посчитаем нужным. Самое главное, чтобы смысл сохранялся. И первое предложение, которое мы даем в качестве опора, оно всегда должно быть началом предложения. И вот у нас получается. The job interviewer set to the potential employee. И мы начинаем расшифровывать, что же там будет. И какая из этих реплик, мы тут видим диалог есть, какая из этих реплик должна быть репликой этого интервьюа. Я здесь выделил present perfect, потому что present perfect здесь помогает нам немножечко обратить внимание на последовательность. И вот здесь говорит employee, можем ученикам помочь. So, I see here on your CV that you've had 12 jobs in the last three years. Смотрим, что отвечает на это кандидат. Например, он говорит, Затем мы видим, что тут точка. Значит, у нас должна быть следующая фраза какая-то. И в итоге, я не буду вас стомить этим всем. В итоге у нас получается вот такой вот анекдот. Ученики не сразу понимают, что здесь такого. Давайте попробуем разобраться немножко. So, I see here on your CV that you've had 12 jobs in the last three years. Oh yes, replied the candidate. That's right. I've had a lot of experience working in this area. Well, yes, you've worked for a lot of different companies, but you've never stayed with any employer for longer than three months. Continued the interviewer. To me, that gives the impression that you quit your jobs as soon as you get bored with them. Is this true? Oh no, that's not how it is at all, answered the candidate. I've never quit a job in my life. И ученики часто читают, потом говорят, И что? Мы что-то ничего не поняли. И приходится им задавать те самые наводящие вопросы. И говорить, если он говорит, I've never quit a job in my life, то он по доброй воле расстается с этой работой или нет? Они говорят, нет, значит, его увольняют. Начинают спрашивать, как часто увольняют? Они начинают подсчитывать. И потом вдруг до них доходит, они начинают объясниться. Они говорят, а, так получается, если 12 рабочих мест за последние три года, значит, получается, больше трех месяцев нигде не держится на работе. И вот тогда они понимают, что здесь смешного. Еще раз хотел бы повторить, здесь очень хорошо работают анекдоты. Вот, конечно, и другие тексты точно так же сработают. Информационные тексты сработают и прочее. Но анекдоты работают лучше. И их очень легко найти по запросу jokes in English. Можно как раз поговорить и про разные типы юмора, и про прочие моменты. И это тоже помогает. Что еще можно использовать? Разные summaries. Дети читают текст и подбирают наиболее подходящие summary. Как можно сделать? На самом деле все довольно просто. Можно использовать нейросеть Twee. Я думаю, вы с ней знакомы. Мы как-то про нее говорили. Она вообще стала довольно популярной. Там есть бесплатные планы, где ограничено количество использований в месяц и есть платные моменты. Один из бесплатных вариантов, там есть прямо раздел Rearing, помещаете туда любой текст, и нейросеть пишет вам сама несколько summaries. Причем одно из них будет верно, остальные будут содержать ошибки какие-то. Но точно так же вы можете поступить и с помощью бесплатной нейросети. Например, берете нейросеть Poplexity, ставите ей задачу. Например, Imagine that you are an EFL teacher in Russia. Use this text to create four summaries. Three summaries should contain mistakes. Only one summary should be right. Единственное, что предупредите эту нейросеть, что summaries должны быть примерно одинаковой длины. Иначе может получиться так, что какие-то будут короче, какие-то длиннее. В общем, чем вы конкретнее поставите задачу, тем вы быстрее получите готовый материал, вам не придется самим с этим трудиться. Но есть еще более простой вариант на самом деле. Когда вы в классе А говорите детям прочитать текст, напишите summaries, потом берете эти summaries, идете в класс Б, и ученики выбирают, какое summary, например, наиболее точное, наиболее детальное, наиболее правильное, и так далее, и так далее. Здесь есть чем поработать. И мы с вами переходим к полному пониманию. Еще несколько приемов маленьких. Полное понимание – это когда нам надо не просто понять информацию, но ее интерпретировать. То есть мы здесь контролируем не объем полученной информации, то есть сколько мы набрали, а мы смотрим, насколько это качественная информация, то есть что имеется в виду. Поэтому вопросы будут скорее не what, when, who и how, вернее, и who, а вопросы why, how, каким образом, what was the reason. То есть нам надо объяснить какие-то вещи. Поэтому нам надо давать и задания, соответственно, для тренировки, для ответа на которые нужно прочитать несколько частей текста. Опять же, пример. Берем любую художественную литературу на английском языке. Как правило, почему именно художественную литературу? Потому что в ней персонажи действуют, которые не плоские. Как правило, эти персонажи имеют некий характер, какое-то объяснение есть, у них есть какие-то действия, которые они совершают, и поэтому мы с вами можем понять, что и как происходит. Вот они могут понять, что и как происходит, и могут попытаться интерпретировать, почему именно такие поступки. При этом для этого можно взять любой практически. Художественный текст на уровне рассказа, кусочек взять из более крупного произведения. Издатель с титул выпускает художественную литературу. Мы сейчас готовим к выпуску одну интересную книгу. Это роман Люси Мон Монгомери, знаменитого автора Little Women. Роман называется The Blue Castle. Там очень необычная история. История вот какая. Начинается все с того, что одна молодая женщина, дело происходит в Канаде, молодая женщина получает от врача очень плохую новость. Врач ей говорит, что у нее плохая ситуация с сердцем, вылечить это невозможно, и любой шок, любой стресс может ее просто убить. И он ей говорит, что либо пытайтесь жить без стрессов вообще, либо просто готовьтесь к тому, что ситуация будет плохая. И она из крупного города переезжает в маленькую совершенно деревушку, окруженную лесом. И она узнает, что в небольшом домике живет некий таинственный мужчина. Он таинственный не потому, что он что-то делает, а просто он ни с кем особо не общается, чем он занимается, непонятно и прочее. А поскольку ей там куда-то надо ходить, я не помню, куда, мимо этого домика, то она иногда заглядывает, смотрит, что там этот человек есть, и она с ним случайно знакомится. И узнает, в общем-то она потом случайно узнает, что он, что у него есть книги ее любимого писателя. И у него этих книг много. Он ей одалживает почитать их, и начинаются их отношения. Тем не менее, она никак не может ничего узнать про семью этого молодого человека. Но понимает, что она потихонечку в него влюбляется. Но она понимает, что у нее, поскольку такая ситуация со здоровьем, она не может, и она видит, что она ему не безразлична, она не может отвечать на его чувства. И, соответственно, она пытается от него отгородиться. Но у нее не получается отгородиться. И вот дальше начинается множество интересных событий. Сразу скажу, роман о «Хэппи-энд». То есть это вот интересное произведение, оно немножко напоминает такие классические романы, типа Джейн Эйр, еще что-то, но без лишнего трагизма. И это все-таки произведение начала 20 века. Оно читается очень интересно. Скоро эта книга выйдет. Как всегда, будет книга печатная, без адаптации. К ней будет аудиокнига. И, кстати, коллеги, мы сейчас готовим к выпуску еще небольшую серию книг художных, но с заданиями. Так вот, вот как раз будут задания, которые помогают и интерпретировать эти моменты. Например, что за человек был этот персонаж? Почему он так поступил? Объясните, пожалуйста, и прочее, прочее, прочее. Я не буду вам сейчас показывать рассказ, кусочек из этой презентации. Это из другого произведения. Это детская повесть «Бабра и Бриттани». Здесь просто персонаж очень неоднозначный. Поэтому прежде чем отвечать на вопрос, кем она была, нужно действительно сначала вчитаться и пытаться обсудить ее поступки, мотивы и прочее. Здесь опять нет ничего нового, чего мы с вами не знали бы или не делали бы. Просто я пытаюсь показать, как можно это привлечь для того, чтобы это работало на ЕГЭ. Вы мне можете сказать, ну подождите, где ЕГЭ, где художественное произведение. Сейчас мы с вами разберемся. И еще один прием, посмотрите, который называется «слэш текст». Как он работает? Делим класс на микрогруппы. Нам надо, чтобы минимум 4 человека в микрогруппе были. И просто берем текст для чтения и разрезаем его по диагонали на 4 части. То есть у нас получается 4 больших треугольника. Даем по одной части текст на каждого участника группы. И затем на всю группу даем список вопросов. Ученики не могут взять, сложить эти странички для того, чтобы все прочитать. Они могут только вслух озвучивать информацию. Но ведь у кого-то будет большой кусок предложения, у кого-то маленький. Поэтому ученикам надо посмотреть сначала на тот текст, который у них есть, на треугольничек. Понять, может ли здесь содержаться ответ на вопрос или хотя бы часть ответа. И затем, обсуждая, обмениваясь информацией, они пытаются найти ответы. Поэтому тексты могут быть простыми, вопросы могут быть простыми, но вот то, что мы эти тексты разрезали на треугольничке, совсем другой эту работу делает. И вынужденно включает туда довольно много говорения. Поэтому мы с вами по-прежнему обучаем чтению, но вот так необычно обучаем. И это тоже работает. А теперь давайте посмотрим на задание последнее, на чтение в ЕГЭ. И давайте попробуем определить, какие здесь типы понимания требуются. Предложение номер... Задание номер 12. У нас вариант-ответ. Я думаю, что вы узнали пример из демоверсии. Например, regretful, doubtful, worried, satisfied. Но для того, чтобы объяснить, как он себя чувствует, нам надо интерпретировать какие-то его слова и поступки. Правда же? Поэтому задание здесь вот такое. Это на reading for detail, на полное и точное понимание. Что он там ожидал? Здесь reading for specific information. Нам нужно просто найти конкретный ответ, что он действительно думал, пока в колледже был. The expression set apart in the most helpful things to set apart from others is closest in meaning to. Здесь вроде бы и работа с лексикой, но иногда вот эти фразы, а там и фразовые глаголы используют set apart и прочие вещи, они заставляют интерпретировать то, что написано. Поэтому если фразовый глагол ученик не знает, то это будет задание на reading for detail, интерпретацию, на полное и точное понимание. Пятнадцатое. Which of the following is not offered by the author's university as a support in seeking internships? Здесь очень просто. Reading for specific information. Нам надо найти список, где перечисляется, что университет предлагает, и, соответственно, отметить единственный из этих вариантов, который не предлагается. What is the author's overall attitude to internships? Раз мы говорим про overall attitude, нам надо интерпретировать то, что автор говорил. Здесь будет точный перефраз, плюс нам надо будет информацию из разных кусочков текста выбрать. Семнадцатое. Why do companies want people with work experience according to the text? Здесь у нас информация будет дана. Несмотря на то, что вопрос вроде бы why, информация дается довольно конкретно в виде словосочетания, как правило. И what is the main goal of the article? Зачем была написана эта статья? Чтобы помочь найти internship, стажировку, чтобы поощрять, и так далее, и так далее. То есть общая цель нам здесь для этого, в принципе, достаточно прочитать введение, вводный абзац и заключение, чтобы это понять. Но опять нам требуется интерпретация. То есть посмотрите, пожалуйста, насколько усложнились задания в последней части на чтение ЕГЭ, там действительно они непростые, усложнились за счет того, что выросла доля задания, где требуется интерпретировать информацию из текста, а не просто ее находить. Так что это работает таким образом. То есть что у нас получается? Получается, что хотим или не хотим, прошу прощения, но для того, чтобы нам добиться успеха в подготовке школьников к итоговой аттестации, нам обязательно надо обучать системно, разным видом понимания, разной глубине понимания. Хотелось бы это делать интересным образом, чтобы тексты были интересные, и заданий игровых было достаточно, чтобы это превратилось в игру какую-то. И есть инструменты, которые нам отчасти помогают это делать, например, те же самые нейросети, мы еще поговорим про эти моменты, но в принципе есть готовые материалы, которые уже разработаны, потому что там есть уже иллюстрации, все остальное нам не надо своими руками делать. Здесь может пригодиться, например, серия книг для чтения read-up, как я уже говорил. У нас есть книга для шестого класса, до седьмого готовится к выходу. Серия книг из истории для начальной школы, и эта серия завершена. Это Анна Тейлор. Она продолжаться не будет, но она и так уже можно начинать со второго класса и доходить к классу до пятого. И серия книг для чтения Клары Исакуна и Марианны Юрьевны Кауфман. Там тоже много вопросов. Что сейчас готовится? Сейчас готовится новая версия, дополненная книге Deep Other Roots. Это история Великобритании. Также готовятся новые издания по истории Великобритании. Я не буду пока давать название, но оно появится. И готовятся новые издания для подготовки к ЕГЭ. Про ИКОГ, правда, не совсем к части чтения, готовятся к устной части. Новая книга Ирины Викторовны Хитровой и ее соавторов. Вы знаете уже ее устной части. ЕГЭ тренировочный тест тематический. Это будет новая книга. Обновленный вариант пособия для обучения, подготовки к писаной части, к выполнению, обучению, написанию эссе на основе графиков и таблиц Юлии Николаевны Евсеевой. Будет дополнена материалами, будет дополнена примерными ответами. И для учителей будут методические рекомендации, которые можно просто бесплатно скачать. То есть они не будут на бумаге напечатаны, можно скачать. И прямо вот как вести занятие, все там пошагово будет написано. То есть станет удобнее. И готовится новая, дополненная, обновленная версия пособия Радислава Петровича Милруда по подготовке к курсной части ОГЭ. Откуда взялось дополнение? Кто рискнул, взял на себя смелость стать соавтором великого, но ушедшего от нас методиста и ученого? Это дочь Радислава Петровича, Инна Радиславовна Максимова. Я с Инной Радиславовной учился на одном курсе. В соседних группах мы прекрасно знакомы, поэтому Инна согласилась дополнить пособие. Поэтому в пособие добавилось еще пять тестов дополнительных, но там появились не только пять тестов, там появились интеллект-карты по каждой теме, которые станут опорой для говорения, чтобы у детей была информация и идея, они с лексикой могли поработать. И плюс ключевые слова и фразы для каждой темы. И вот в пособии по-прежнему остаются 15 тематических тестов на определенные темы. И затем добавились еще пять тестов. Ой, прошу прощения, не пять, десять тестов добавились. Добавились десять тестов, которые идут как в ЕГЭ, в УГЭ, когда несколько тем там сочетаются. Причем добавились и такие вещи, как цифровая безопасность. Добавилось очень много интересной информации про Россию. И информация споставляется, например, есть про улицы, интересные в Москве, и про интересные улицы в Лондоне. Совершенно интересные данные. Есть, например, про леса России. И есть про общее положение с лесами в Европе. Есть про озеро Байкал, про экологию, и про Большой барьерный риф Австралии. И так далее, и так далее. То есть эти тесты, они как бы идут парами. И они делают изучение интересным. Это я имею в виду, что здесь есть тексты для чтения, есть задания для говорения. Причем задания там совершенно не банальные. Например, когда мы говорим про гаджеты, то там бывают такие вопросы, как, например, в каких местах следует обязательно выключать мобильный телефон. Или расскажите о вашем отношении к видеозвонкам на публике. И так далее, и так далее. То есть момент, который заставит школьников подумать еще о том, как себя вести. Вот такие любопытные моменты добавились. Плюс эту книгу, вот эти дополнения консультировала Ирина Борисовна Миллерт, супруга Радислава Петровича. Ирина Борисовна около 30 лет преподавала в школе, в гимназии. Надеюсь, будут хорошие материалы. Ну что ж, коллеги, мы с вами продолжим говорить о чтении, но вот в следующих вебинарах мы прям пойдем по шагам. Поэтому у нас будет следующий вебинар, где мы детально рассмотрим приемы для обучения чтению в начальной школе, но мы будем опираться на авторскую систему Елены Васильевны Русиновой. В том числе, кстати, и на новые книги, которые готовятся к выходу. Посмотрим, что может пригодиться, как они работают, и как они помогают начинать формировать вот такие вот умения, о которых мы с вами говорили. Ну что ж, уважаемый коллег, как я и говорил, у нас сегодня вебинар очень короткий. Мы вспомнили довольно базовую информацию, которую вы и так знали. Я надеюсь, что просто я помог немножечко ее систематизировать. Я предложил несколько игровых приемов, которые могут сделать обучение чтению с заданной глубиной понимания, но может быть чуть более необычным, ярким и интересным. Мы продолжим об этих приемах еще говорить, поговорим об играх и про нейросети, как их использовать, и про прочие вещи, но мы будем говорить об этом в рамках следующих вебинаров. Так что вас приглашаю на следующие вебинары. Смотрите за информацией, приходите, буду очень рад вас видеть. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, если что-то понравилось, что-то, может быть, сомнения какие-то вызывает, например, ну вот вроде бы прием интересный, но что-то смущает, то напишите, пожалуйста, я все эти приемы пробовал на живых учениках, поэтому выбирал только то, что работает, и самое главное, что не доставляет хлопот учителю. Я сам, как правило, стараюсь беречь свое время. Так, презентации. Давайте попробуем. Если у меня получится, я сейчас отправлю ее в чат. Хорошо? Так, одну секунду. Она довольно простая. Сейчас попробую ее отправить. Она совсем маленькая, всего 2 мегабайт. Отправил. Получается скачать, коллеги? Ну что ж, спасибо большое. Я тогда жду с вами встречи на продолжении этой нашей темы про обучение чтению. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok